Вся сознательная жизнь наша прошла здесь, в Саянске. Когда мы приехали, был не полный, а один микрорайон только первый. При нас город строился, при нас строился завод, запускался завод. Много людей, которых мы знаем, любим, уважаем. Город просветает, развивается. Саянск, к моей жизни судьба делится с нами почетный химик, передовик и ветеран сайонским пластом Марат Масреддинов. Молодой семьей у Читы уже подрастали два сына, Рината и Айдар, приехали из солнечной Башкирии, строящийся город. Уже стояли корпуса завода, но монтаж оборудования еще не начался. Я один сначала приехал, оформил вызов. И я был 17-м человеком, который устроился на производство ПВХ. Тогда еще завод не работал. Я был механиком цеха. Механик цеха 43 приняли меня по вызову. Вот. Вот 10 лет механиком поработал. Там структура сначала, вот цеховая была, 43-й цех включал сушку и затарку. А потом разделение было, там объединение каких-то других цехов. Потом затарка отдельно, 44-й цех. А сушка начала относиться к 40-му цеху. Вот. Я 10 лет отработал механиком цеха. Потом, лихие 90-е годы, выборы были. Меня выбрали начальником цеха там, коллектив. Я отработал какое-то время начальником цеха. Потом после реконструкции перевели меня начальником 44-го цеха Затарки. Три года там отработал еще начальником цеха. А потом уже предложили, Николай Семенович Лазуткин, в то время еще. Он предложил возглавить производство товаров народного потребления, тогда называлось. Потом товары народного потребления переименовали в производство пластмасс. Вот. Я там 10 лет отработал. Трудно, но интересно было осваивать новое дело, рассказывает и наш герой. Не знали во время становления производства мы ни сна, ни отдыха, но преодолели все трудности, всему научились. Сложился профессиональный коллектив, зародились добрые традиции. Практически вся моя жизнь прошла на этом заводе. Ну, были сначала очень тяжелые времена. Тогда этот завод построился на компенсационной основе. Наверное, понимаете это слово, да? Значит, этот договор о Западной Германии, там компенсация, значит, за строительство нашего завода. Мы должны были, значит, расплачиваться выпущенной продукцией. Вот. Я работал механиком, целых окомплектовал, отдавал монтажникам все оборудование, которое пришло в Западной Германии. Тогда Западная Германия была. И курировали, счастье, работ курировали немцы. Немцы здесь были года два-три, наверное, они у нас были. Ну, постоянно контактировали с немцами, а потом со строителями, монтажниками и так далее. Вот. Но работа была сложная, очень напряженная. Особенно у механиков сухов, потому что мы непосредственно контролировали и качество выполняемых монтажных работ. Ну, еще сложнее было в момент пуска и освоения. Это мы уже там практически жили на заводе. Иногда, вот я рассчитал, меня неделю пять раз вызывали на работу, в два часа ночи приезжали, увозили на работу. Ну, времена были такие, и это было необходимо. Ну, надеюсь, все наши выезды оказались не впустую. Завод работает и работает довольно успешно. Я, как обычный человек, мечтаю, чтобы мои родные были здоровы и счастливы. Поделится Марат Хамитьянович. У Читына Средденовых трое взрослых детей, сыновья и дочь Юлия. Замечательные внуки, с которыми именитый дед, любитель спорта, проводит немало тренировочных часов. В доме для активного занятия оборудован спортзал. Джеб. Вот это прямой удар. Джеб. Это апперкот. Сверху. Ай, снизу. Так как я неравнодушен к спорту, думаю, спортзал построю. Ага, решился, ну, сыновья помогали. Но полностью все мы сами сделали, кроме потолка и окон. Окна были здесь, но мы окна увеличили, количество окон. Ну, размеры окон увеличили просто. И этот, сделали вот такой спортзал. И ага, нам очень шибко понравилось. Перед самым Новым годом, в прошлом, не в этом году, в прошлом году, этот, привезли теннисный стол, поставили и перед Новым годом еще играли. Марат Насрединов, активный участник команды ветеранов СССР, Драйверы. Неугомонные эти люди совсем не постарели душой. Такие же мечтатели, романтики и трудяги, как много лет назад радуются не за успехи города и родного завода, который живет и процветает, несмотря ни на какие трудные времена. День химика всегда для нас был таким праздником, наверное, одним из самых таких ожидаемых праздников, как Новый год, как День Победы. Вот, и весь город отмечал этот день. Хотелось бы, конечно, пожелать всем своим коллегам, и не только коллегам, и тем, которые сейчас работают, крепкого здоровья и, наверное, как традиционного успеха в работе, оптимизма. И никогда, чтобы не унывали, занимались спортом, занимались спортом, поддерживали здоровье. Только наше здоровье зависит во многом от нас. Субтитры создавал DimaTorzok